Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию первоверховного апостола Павла к Фессалоникийцам. И сегодня мы будем читать вторую главу этого послания. Но прежде чем мы перейдем к исследованию второй главы этого послания, мне хочется сказать несколько слов о важности изучения именно текста Священного Писания по главам и стихам. К сожалению, у многих христиан больший интерес вызывает не Слово Божие, а обсуждение каких-то вопросов достаточно отвлеченных. Есть ли жизнь на других планетах, встречусь ли я с любимой собачкой в загробном мире и другие разные вопросы. Поэтому очень важно обратить внимание на то, как само Слово относится, Слово Божие, к подобной ситуации. В прошлый раз мы беседовали с вами о том, как Господь был доволен фессалоникийскими христианами и как Павел благодарил за них Бога. Но даже они, фессалоникийские христиане, не были такими успешными, хотя благословений Божьих им, конечно же, хватало. И в книге «Деяний святых апостолов», 17 глава, 11 стих, мы находим такие слова. Здесь говорится о других уверовших. Здесь подчеркивается, что ежедневное изучение Писания, исследование Библии по книгам, по главам, по стихам – это очень и очень важно. Поэтому не будем так сильно отвлекаться на все-таки многие праздные вопросы, а исследовать прежде всего Слово Божие. Я обращаю внимание и на то, как, например, если я произношу праздничную проповедь, ее могут слушать очень многие, там бывает и 20 тысяч просмотров, и 40, и так далее. Но когда мы исследуем Писание по главам, мы не видим такого же энтузиазма. Это значит, что мы имеем дело с праздничными христианами, которые вспоминают во время праздников о каких-то важных, в общем-то, событиях, но не наполняют свои будни таким же живым интересом к Слову Господню. Поэтому я рекомендую обращать внимание и на те лекции, которые читают батюшки на портале «Экзогет» по страницам Священного Писания, по отдельным книгам, по отдельным главам, по отдельным стихам. Потому что если мы так будем поступать, то мы перестанем быть праздничными христианами, которые вспоминают о Боге более интенсивно только в праздничные дни. А будем жить этими священными текстами. Я думаю, что вы с пониманием отнеслись к тому, что я вам сегодня сказал, и передайте это наставление другим. Итак, сегодня у нас вторая глава первого послания к Фессалоникийцам, первоверховного апостола Павла. В этой главе апостол напоминает Фессалоникийцам о том, как он проповедовал среди них. Об этом с первого по шестой стих. Затем о том, как он вел себя среди них. Об этом седьмого по двенадцатый стих. То есть очень важно не только проповедью засвидетельствовать, но и самим своим поведением. Об успехе своего служения, о результатах, какие оно, это служение имело для него самого и для них. Следующие стихи с тринадцатого по шестнадцатый. И, наконец, объясняет причины своего отсутствия. С семнадцатого по двадцатый стих. Итак, с первого стиха по шестой в этой главе апостол напоминает Фессалоникийцам о том, как он проповедовал среди них. На самом деле это очень важно, когда осуществляется напоминание того Слова Божия, которое звучало среди нас и которое как-то вдохновляло нас. Один наркозависимый рассказывал мне о том, что ему помогал один священник своими беседами, наставлениями, лекциями. И когда он виделся с этим священником, это были благосновенные такие мгновения. Но потом он долго не видел священника. И когда у него начинались ломки, он просто включал видео с этим священником и, слыша голос, знакомый голос, он переживал как бы вновь общение с этим священником и это помогало ему преодолевать вот эти вожделения, которые возникали. Итак, мы читаем первый и второй стих и третий и четвертый по шестой стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам», то есть о том, как мы пришли к вам. «Что он был небездейственный», то есть мы не просто пришли, посидели и ушли, а прежде всего речь идет о приходе вашей сердца. «Но прежде, пострадав и быв поруганы Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». «То есть пострадав в Филиппах, апостолы пришли к Фессалоникийским, рискуя новыми страданиями. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Здесь апостол Павел поясняет, что если бы была какая-то корость, то угроза гонений отбросит любую корость, и корыстный человек сбежит. И то, что человек не боится преследований, это свидетельствует о том, что истина Божия на его стороне. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, то мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». То есть в проповеди Евангелия нет угождения людям, потому что люди греховные, они очень нервно реагируют на евангельское благоествование. Но мы знаем, что в нём сила и правда Божия, поэтому мы проповедуем и вовремя, и не вовремя. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог – свидетель». То есть не было ни хитрости, не было ни корыстных каких-то намерений, было одно желание – исполнить волю Христа, который сказал «идите и проповедуйте». И шестой стих «не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». То есть для апостолов слава Божия превыше всего, как и Христос говорил «ищите Царствие Божие и славы Его». А человеческая слава, она переменчива. Сегодня все окружают какого-то человека почётом, уважением, все стараются у него брать благословение, все заискивают перед этим человеком, все завидуют его близостью к патриарху или к папе римскому или к кому-то ещё. А потом проходит время, и все начинают судачить о человеке, презирать человека, оскорблять человека и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мы были бы немножко другими людьми, не теми, которые ищут человеческого успеха, но прежде всего славы Божией. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. И вот третий стих, я его прочитаю снова. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Давайте посмотрим, как святитель Иоанн Златоуст толкует этот третий стих. «Видишь ли, что, как я уже сказал, от твёрдости проповедников заимствуется доказательство божественности их проповеди?» То есть, если проповедник проповедует без силы Божией, он неубедительно проповедует. Но если он проявляет твёрдость, принципиальность, то от самого такого слова, силою и властью веют как бы уже аргументы. Человек не может так проповедовать что-то лживое. Вот это имеет в виду Златоуст, когда пишет, «Видишь ли, что, как я уже сказал, от твёрдости проповедников заимствуется доказательство божественности их проповеди?» Далее. «Если бы, значит, проповедь наша была не такова, если бы она была обманом, то мы не подвергли бы себя таким бедствиям, которые не дают нам и вздохнуть свободно». Действительно, если человек обманывает других людей, он не пойдёт ради своего обмана на смерть. Такого не бывает. Самозванцев на плаху никто не обнаруживает. Далее. Златоуст пишет, «Что же из этого следует, если бы нас не одушевляло нечто, ожидаемое в будущем, если бы мы не уверены были, что надежда наша несомненна, то мы не оставались бы столь бодрыми среди страданий? В самом деле, кто решился бы ради здешних благ потерпеть столько бедствий и проводить жизнь страдальческую и полную опасности? Да и кого бы убедил такой проповедник, недостаточно ли было бы для устрашения учеников одного того, что они видели бы учителей своих постоянно в опасностях, но с вами не случилось этого? «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Дело наше говорит, то есть Павел говорит, не обман, не обольщение, в которое бы мы вдалися, не из рода дел темных, каковы дела чародеев и волшебников. Это выражается словом от нечистых побуждений, ни злонамеренное, ни мятежническое какое-нибудь, как дело Февды». Конец цитаты Златоуста. То есть сам тот факт, что люди готовы не только проповедовать Христа, но и умирать за Него, он указывает и свидетельствует о том, что некая духовная сила и реальность скрывается за проповедью о Христе. И, собственно говоря, античный мир, языческий мир был обращен в христианство именно этим мужеством, потому что, когда язычники видели, как мужественно христиане страдают и умирают за свои вероубеждения, а в античном мире очень ценили мужество, они начинали догадываться, что за этим скрывается какая-то сила, потому что ни один язычник не стал бы терпеть муки, тем более умирать за веру в Зевса или в Аполлона, или в кого-то еще. И далее, седьмого по двенадцатый стих апостол Павел рассуждает о том, как он вел себя среди них, то есть сначала как проповедовал среди них, а теперь как вел себя среди них, потому что не бывает проповеди без примера жизненного, и если слова не соответствуют делам и поступкам, то это разрушает любые слова. И мы читаем седьмой стих и ниже. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими». То есть апостолы, конечно, они осознают свой авторитет и свое достоинство. Когда Христос идет на страдания, Он говорит «Царство мое не от мира сего», но когда Он воскрес из мертвых, Он свидетельствует, что дана Ему теперь власть не только на небе, но и на земле. А апостолы – представители этой власти. Но они ведут себя скромно, потому что это не власть диктата, а власть примера и власть авторитета любви. Поэтому Павел и рассуждает таким образом. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими». И Герман Аляскинский, известный проповедник, миссионер, он писал о своем служении для местных жителей. «Я как нянька». Это действительно так. Далее, восьмой стих. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, то есть жизни наши, посвятить вам. Но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Слово «душа» в данном контексте означает всю физическую жизнь человека. То есть человек, когда совершает служение проповеди слова, он должен всегда быть готовым положить и всю свою жизнь, здоровье, все без остатка на дело того служения, того апостолата, который доверил ему Христос. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». О чем это? Ночью и днем они работали. Апостол Павел, он имел свой труд, бизнес, он был изготовитель палаток, тогда палатки были очень востребованы, в этом жарком климате тем более. Он изготовлял их ночью, потому что днем стечения народа у него всегда было. Днем он мог сидеть на рынке, на базаре, продавать эти палатки, а все свободное время он проповедовал. Он старался быть не в тягость тем верующим, среди которых он жил, среди которых он находился какое-то время, потому что его задача была проповедовать не только словом, но и самим примером своей жизни. И мы тоже к этому должны стремиться. 10, 11, 12 стих. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Он не говорит «как свято и праведно и безукоризненно поступал я». Этого он не говорит. Он говорит «как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». То есть он не отделяет пример своей жизни от примера жизни других проповедников Евангелия, которые, как его соработники, сотрудники, пришли вместе с ним для совершения этого апостолата. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих». То есть когда апостолы долго жили среди людей, то возникали с этими людьми очень доверительные, почти семейственные, родственные отношения. И как любой отец знает своих детей, так и каждый из фессалоникийских христиан имел представление. А что значит «как отец знает детей»? Отец надзирает за детьми, и апостолы были на глазах. Они жили среди верующих, ночью делали палатки, днем продавали их, все остальное время они проводили в беседах, в наставлениях, в исследовании Писания и в молитвах. 12 стих. «Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Вот этот 12 стих, конечно, очень интересный. Здесь сказано, что мы должны, мы, уверовавшие, должны поступать достойно Бога. Почему? Потому что он нас призвал в свое царство и свою славу. Царство Божие на земле – это прежде всего церковь. И если человек не поступает достойно вот этому призванию божественному, то к нему применимы слова из послания к римлянам «Ради вас имя Божие хулица» среди язычников. И вот в культурно-историческом комментарии говорится «достойно» значит «в соответствии с достоинством или характеристиками почитаемой личности». В еврейской литературе о мудрости, о праведном говорится как о достойном Бога. Для новообращенных христиан, которые больше не могли принимать участие в гражданских культах, прославлявших императора Фессалоники, выражение «Царство Божие» могло иметь политический оттенок. Признание своей исключительной связи с Царством Божиим для них могло быть очень важным моментом. То есть мы призваны Богом в Его Царство, а преддверие Его Царства это, конечно, Церковь, как Дом Божий на земле, и мы должны вести себя соответствующим образом. И если, например, задаться вопросом, вот весь XIV век с кем были военные конфликты у наших предков? Всегда ли это было правильно? XI век с кем были военные конфликты у наших предков? Всегда ли это было правильно или достойно? Очень часто мир, который окружает нас, ведет себя недостойно и неправильно. И христиане должны дистанцироваться от коллективных грехов политических, которые совершаются нашим окружением, потому что мы подданные Царства Небесного, Царства Божия, и преддверие этого Царства это Церковь. Церковь, как отражение неба на земле. Поэтому для нас теократические принципы – это то, что очень важно. И далее, с XIII по XVI стих Павел рассуждает об успехе своего служения, о результатах, какие оно имело для него самого и для них. И мы читаем. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Мне бывает немножко непонятно слышать, узнавать о том, что кто-то переживает разочарование в религии, в церкви, кто-то снимает с себя сан, удаляется в мир, кто-то потерял доверие к библейскому откровению. Просто люди поддались бесовским атакам. Дьявол все время ставит под сомнение авторитет Писание. Дьявол клевещет на святых, но мы должны проявлять принципиальность. Если мы уверовали во Христа, если мы уверовали в Бога, это не потому, что каскадом чудес с неба он нас вынудил уверовать в Него. Конечно, нет. Речь идет о другом. Мы приняли это слово не как слово человеческое. Человеческих слов сейчас очень много. 21 век начался как век фейков. Совершенно невозможно установить истину и ложь в формате фейков. Она изливается и с одной стороны, и с другой стороны, и с третьей, и с четвертой, и с пятой, потому что мир как бы погрузился в эти фейки. И почему это происходит? Потому что дьявол начинает проявлять себя в преддверии воцарения Антихриста, а дьявол есть лжец от начала. Я бы с сомнением относился бы ко всему, что говорят современные разные деятели, но ни в коей мере ни к Слову Божию, авторитет которого он обеспечивается веками и тысячелетиями. Это значит, что опыт многих и многих поколений людей подтверждает истинность этого откровения. Оно сохранилось до сих пор, оно до сих пор востребованное. Это значит, что все люди, которые общались с этим Словом, они убеждались опытно в его истинности. И вот поэтому апостол Павел пишет, посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас верующих, ибо вы, братья, сделались подражателями Церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев. Здесь апостол Павел говорит о том, что уверовавшие из греков, из римлян, из сирийцев, они подвергались гонениям со стороны самих греков, римлян и сирийцев, которые оставались в язычестве, наподобие того, как первые христиане, которые были иудеи, они страдали от самих иудеев. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе», то есть Иерусалимской общине прежде всего, находящимся в иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили Господа Иисуса и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Вот здесь апостол Павел проявляет такой миссионерский гнев, потому что он обнаруживает у современных для него иудеев то, что они не хотят, чтобы проповедовалось божественное откровение другим народам, они очень эгоистично замкнуты сами на себя. Есть такой образ, как собака на сене, ну, собака не ест сена, но она мешает всем, которые хотят кушать это сено другим животным. И проблема иудеев того времени, они считали весь остальной мир недостойным божественного откровения. Это дано только им, это дано только для них. и я участвовал на портале Серафим в диспуте с уважаемым Равином Александром Лакшиным, и там был такой момент, когда ведущий по имени Серафим задал вопрос Равину, что он сделает, если к нему придет молодой человек, не еврей, и скажет, что он хочет принять эту веру. А перед этим Равин сказал, что для него истинная вера только вот иудаизм. И Равин ответил так, что он этого человека отпустит от себя, он не примет его к себе. То есть человек, который сказал, что истинный путь это его путь, в то же время он настаивает на том, что если кто-то хочет вступить на его путь, но он другой нации, кто-то хочет приобщиться к истинному пути, как он считает, он его прогонит. Эгоистичная религиозность. Это, конечно, уважаемый человек, но он носитель той традиции, которую он представляет. Я тоже отвечал на этот вопрос, и я сказал, если ко мне придет человек, я не буду спрашивать его, какой он нации. какое-то имеет значение. В религии национализм неприемлем. К нам может обращаться в церковь любой человек, любого цвета кожи, любой расы, и мы готовы принять каждого и протянуть руку помощи каждому. И смотрите, что пишет святитель Леонид Златоуст, комментируя 16 стих. Подлинно одной зависти свойственно препятствовать спасению всех, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Далее предела наступает гнев неизбежный. Из чего же это видно? Из предсказания Христова. Ведь утешительно не только иметь соучастников в скорбях, но и слышать о казни своих притеснителей. Если же опечаливает их замедление грядущего гнева, то да послужит утешением то, что притеснители уже более не восстанут. Притом, сказав слово гнев, апостол сократил даже самое замедление, снова показывая, что он, гнев, должен последовать так, как предназначен и предсказан. То есть никакого замедления нету, все произойдет так, как предсказано и так, как предназначено. В культурно-историческом комментарии по поводу 16 стиха уточняется, наполнять меру грехов это ветхозаветная мысль, смотрите, например, Бытие 15-16 высказывается и Христом Матфея 23-32 в согласии с учением Павла высказанном в другом месте к римлянам 11-я глава приближается на них гнев до конца подобное Евангелие от Луки 21-я 9-21-23 они окончательны или во всей полноте как в ряде переводов ветхозаветные пророки предвещали, что после многих судов верный остаток Израиля повернется всем сердцем к Богу и тогда Он, то есть Господь восстановит свой народ то есть выведет их из тисков религиозного эгоизма и введет его то есть еврейский народ в грядущий век своего царства об этом мы можем прочитать у пророка Иеремии 29 с 11 по 14 стих Эзекииль 34 глава с 11 по 31 стих пророк Осия 14 глава 4 по 7 пророк Амос 9 глава с 11 по 15 стих Но мы не можем пенять еврейский народ за то что с ним произошло потому что до нашего обращения ко Христу мы тоже пребывали в крайнем эгоизме и жили интересами только своей семьи только своего сродства и своего клана Но жертвенность Христа как пример подлинной жизни меняет самих верующих которые начинают подражать Ему Христос обогатил нас нищетою Своею Он обнищал ради нас чтобы сообщить нам богатство любви Поэтому христиане не замыкают свою религию от других людей У нас нету религиозного эгоизма ни в каком виде потому что мы ценим любую жизнь жизнь любого человека Это великая ценность для нас и для нас нету разницы какой человек нации какого он социального положения Человек может быть русским евреем чеченцем немцем поляком эстонцем латышом украинцем белорусом Мы любим каждого человека ибо Христос говорит придите ко мне все все это значит все и я успокою вас И далее наконец апостол Павел объясняет причины своего отсутствия это 17 по 20 стих и мы читаем 17 стих Мы же братья быв разлучены с вами на короткое время лицем то есть мы не видели короткое время друг друга лицом к лицу что называется а не сердцем вот это словосочетание что мы разлучаемся на короткое время лицем а не сердцем потому что в сердце образ любого человека он сохраняется я недавно читал о том как в средние века был известный какой-то там правитель очень известный и он узнал что там монах не менее известный и вот этот правитель он вел очень святой образ жизни и он поехал к этому монаху который считался святым еще при жизни и когда они встретились произошла эта удивительная встреча они обнялись смотрели друг на друга и потом все они разошлись и вельможи окружили своего господина и спрашивали а какие вопросы обсуждали а этот праведный правитель сказал никакие я увидел его сердце он увидел мое сердце нам этого достаточно есть нечто эгоистичное в том что кто-то едет там куда-то чтобы с кем-то пообщаться особенно в наше время когда благодаря средствам массовой информации мы можем проповедовать в самых разных режимах что соответствует евангельскому предсказанию и проповедано будет сие евангелие царствие во свидетельство всем народам и затем придет конец меня как-то приглашали поехать в Соединенные Штаты Америки к тамошним православным христианам и да какой-то такой интерес появился потом я подумал а зачем разве мои братья и сестры которые там живут достопочтенные отцы не могут слушать мои беседы так же как я слушаю их удивительное наставление вере зачем тратить время тратить чьи-то средства мне кажется вот это время когда надо перемещать свое бренное тело там с одного континента на другой если нет для этого лечебных уважительных причин оно уже прошло господь попустив людям развивать средства массовой информации коммуникации он таким образом попускает свету евангелию проникать в самые укромные места планеты мы же братья быв разлучены с вами на короткое время лицем лицом а не сердцем тем с будущим желанием старались увидеть лице ваше то есть ну в те времена это тоже имело значение тогда нельзя было по видеосвязи общаться с кем-то и потому мы я Павел и раз и два хотели прийти к вам но воспрепятствовал нам сатана почему сатана препятствует общению верующих друг с другом потому что сатана хочет сеять нас как пшеницу один летит в одну сторону другой в другую сторону состояние раскола иногда раскол осуществляется даже в формате одной какой-то поместной церкви когда возникают какие-то партии какие-то группировки какие-то движения мысли какие-то элитарные клубы и так далее и так далее это всегда очень опасно дьявол не хочет чтобы мы общались друг с другом с одной стороны в наше время можно общаться и без перемещения там с континента на континент это реальность наших дней но с другой стороны дьявол бросает вызов самой возможности общения нашего друг с другом чтобы мы общались друг с другом как братья и сестры и это конечно очень печально и никто не должен поддаваться на подобные соблазны на подобное искушение грех раскола это не так что одна сторона абсолютно неправа другая сторона абсолютно права раскол это всегда обоюдный процесс одна сторона виновна в том что не удержала а другая сторона виновна в том что пришла в раздражение и разорвала отношения как в свое время меня спрашивали а почему в России столько много сектантов, это что за проблема такая? И я прямо отвечал на этот вопрос, это наша проблема, это православная проблема. Потому что в своем большинстве 90% сектантов, ну 85-90% это ранние крещенные в православии люди. А то, что они от нас разбежались по разным сектам, этот вопрос мы православные должны адресовывать себе, а не им. Может быть мы не были достаточно внимательны к этим людям, может быть мы игнорировали их какие-то вопросы. И когда я делаю опросы среди бывших сектантов, как правило они говорят, что перед тем, как уйти в секту, они все-таки заходили в православный храм. Многие из них заходили в православный храм, но в лучшем случае они видели священника, который пробегал мимо. Ну может быть спешил на трепу. В худшем их встречала бабушка с тряпкой в руках и могла даже не пустить в храм. Наши священноначали понимают эти проблемы, поэтому сейчас во многих храмах есть дежурные священники, которые находятся там не для того, чтобы совершать какие-то требы. Требный священник это нечто другое. А именно на тот случай, если кто-то зайдет в храм с какими-то насущными вопросами. Сатана препятствует нам общаться друг с другом. Сатана не хочет, чтобы один христианин общался с другим христианином. Общение предполагает некую площадку для общения. Некую площадку для общения. Например, если мы общаемся с протестантами и неопротестантами, такой площадкой является Священное Писание, Библия, книги Ветхого и Нового Завета, которые одинаково признаются и православными, и протестантами, и неопротестантами. Конечно, нам легче общаться с братьями-католиками, потому что у нас с ними общее не только Писание, но и творение Отцов Церкви. То есть эти два источника веры одни и те же. И они считают Отцами Церкви только тех, кого и мы считаем Отцами Церкви. Ибо Отцы Церкви до VIII века в это число не попадают авторы, которые жили уже после разделения Церквей Западной и Восточной. И здесь общение, оно более благословенное. Само Слово Божие, которое протестанты и неопротестанты имеют, оно является источником веры. И сказано, исследуйте Писание, ибо через них вы можете иметь жизнь вечную. Но еще лучше, когда мы исследуем Писание с использованием комментариев Отцов Церкви. И здесь нам ближе и Рима-католики, и та же Армянская Апостольская Церковь, и другие древние церкви, которые признают не только библейское откровение, но и святоотеческое наследие. То есть очень важно с каждым человеком найти ту площадку, на которой наш разговор будет возможен. А дьявол, он хочет взрывать все эти площадки, он не хочет, чтобы мы общались друг с другом. Поэтому Павел настойчиво и пишет, «И потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли перед Господом нашим, Иисусом Христом, в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость». Для каждого христианина, другой христианин должен быть и славою, и радостью Его. Святитель Феофан Затворник так толкует 20 стих, «Ибо вы – слава наша и радость». Ответ на предложенный выше вопрос содержится уже в вопросе. «Но апостол и особо выражает его, говоря как бы, да, вы, чтобы далее остановить внимание на высказанной мысли и подтвердить ее. Не думайте, что, говоря так, я увлекся особым расположением к вам или только оборот речи употребил такой». Нет, в самом деле так и есть. И иначе быть не может. Будущую ли славу и радость, и здесь разумеет апостол или настоящую, по ходу речи, мысли апостола, все и все держится пред лицем Господа в пришествии Его. Образ же выражения так общ, что не дает никакого намека на время, почему и толковники определенно не говорят, а только вообще, как славно привесть такую церковь ко Христу, и при том столь благоискусную. Или, первую мысль по феофилакту, или «Кто поставлен быть учителем для того венец и радость преуспеяния учеников?» Здесь отсылка идет на Домискина. Или «Совершенство учеников есть радость и венец для учителя». А это Абросий Медиаланский. Поэтому вот эти слова из 20 стиха «Ибо вы слава наша и радость». Вот посмотрите, как эти слова реализовал в своей жизни преподобный русский старец Серафим Саровский. Встречая каждого человека, он говорил «Радость моя, боголюбие мое». То есть, один христианин для другого – это источник славы и радости. И то, как преподобный Серафим окружал любовью самых разных людей – это блестящий урок. Иустин Попович, преподобный, дает свой комментарий на 20 стих, это последний стих этой главы. «Да, вы наша слава и радость вследствие вашей святой жизни, вашей добродетели, вашей евангельской веры, любви, надежды, молитвы, поста, терпения, смиренно-мудрия и целомудрия. И когда возрастает ваше усердие и духовный подвиг, тогда увеличивается наша слава и радость». То есть, один христианин не завидует другому христианину, не подсиживает другого христианина, не интригует по отношению к другому христианину, а радуется за него. Как я часто говорю, никогда не доверяйте миссионеру, который ругает другого миссионера, позорит или что-то еще. Никогда не доверяйте монаху, который ругает соседний монастырь. Никогда не доверяйте представителям какого-то благотворительного фонда христианского, который очень плохо относится к другому благотворительному христианскому фонду. Между людьми одного цеха бывает так, что вот гнилая такая ревность, когда вместо того, чтобы сказать человеку или группе лиц «Ибо вы слава наша и радость», они делают какую-то неприятную мину на своем лице ни приветливости, ни любви. Это печально. Итак, сегодня, братья и сестры, мы сделали рассмотрение второй главы, первого послания к Фессалоникийцам, первоверховного апостола Павла. И если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз вместе с вами мы будем читать и просматривать уже третью главу этого послания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя в это сложное и разобщенное время. и тогда hört «Это я тоже вместе с ним работаю на них в Огонах». Образance «Так아, будуациюosas Kannава» тэкуля고 тэкуля, airflow крови, ее и мясо «ан